Некоторые люди, они платили своей свободой, как наши отцы, наши дедушки. Они ради Христа, они платили своей свободой. Они отдельно были от семьи десятилетиями. Они не видели, как выросли их дети. Они не принимали участия прямого в воспитании своих детей, создании и возрастании своей семьи. Но верность Христу они сохранили. Тупости, если кто хочет идти за мной, возьми свой крест. Они готовы были десятками лет находиться в лагерях. Но сохранить верность Богу не все. Но у нас есть прекрасный пример. Некоторые люди оттуда не вернулись. Они заплатили не только свободой. Они заплатили ценой своей собственной жизни. Дети сегодня это слушают и думают, ну, мэн, ты сказки рассказываешь нам. А это не сказки, дети. И то ли еще будет. Это реальность жизни. Это были наши отцы. Это были наши дедушки. Это так близко. Это так, как будто вчера. И это было. И они шли и платили. Друзья, мы говорим о ближайшей истории. Но эта история началась от Христа. История, которая продолжается на протяжении двух тысяч лет. Почему? Потому что это жизнь. Жизнь в перспективе неба. И мы видим праведников Ветхого Завета. Жизнь, которая была полна разочарований, полна изгнаний, полна непониманий. Они были убиваемые. И читайте 11 главу. Что с ними делали? Но они оставались верными Богу. Можно было по-другому? Да. Испомнил историю брата Павла Иванова Клышникова. Он закончил юридический университет на Голоках. Казалось бы, вложив столько денег, потратив столько времени, Всего 12 лет Бог дал свободу. И в 29-м году, в прошлом столетии, Его одного из первых посадила власть в Советскую. Ему очень часто предлагали склониться на сторону властей, чтобы сотрудничать с Ним, чтобы отказаться от Бога. И что власти сделали, они переодели одну женщину в одежду Его жены, и три дня на Его глазах таскали эту женщину по земле. И сказали, она мертва, это твое жены. Подпиши мне. Откажись от Христа. Знаете, Он сказал, что хорошо, приходите завтра, я подпишу все то, что хотите. Когда они пришли завтра, Он сказал, я ничего не подпишу. Они, естественно, знаете, взбешенные такие, в таком состоянии истерики. Что случилось? Он сказал, Дух Святой открыл мне, что моя жена и моя семья живы, и я слышал его голос. Естественно, никто не знает до сих пор, где его могила. Человек заплатил цену и так и не вернувшись домой. Я себе думаю, оно тебе надо было. Выучился на адвоката. Почему бы тебе не работать дальше? Не иметь признания? По карьерной лестнице расти вверх? Зарабатывать деньги? Себе будь христианином. Веруй себе в душе. Никого не трогай. Зачем тебе это надо? Нет, друзья, настоящие люди Божьи, они понимают, на что они идут. Почему? Потому что мы приходим сейчас к самой центральной личности. И самой центральной личностью является Господь Иисус Христос. Потому что за спасение моей и твоей бессмертной души Он жертвует собой. Три дня назад в одном молодежном кембе мне молодежь задала вопрос. Дядя Веня, написано, что вы куплены дорогой ценой. Кому платил Бог? Друзья, пусть это будет вам домашним заданием. Кому платил Бог? Если все стоит, если все надо, за все надо платить. И если сказано, что мы куплены, кому платил Бог? Но интересно, я знаю следующее, что любая жертва, как и любой подарок, он стоит кому-то. И если нам спасение досталось бесплатно, то Иисусу Христу это стоило его жизни, его крови. Посмотрите на Христа. Он пришел к своим, свое Отечество. И в его родном городе выводят его туда на обрыв скалы, хотят сбросить оттуда, там, где он вырос и был воспитан. Посмотрите, Писание говорит о том, что Иисус испытывает на себе предательство друзей. Это не только Иуда. Там написано, другие, которые подходили от Христа и больше не ходили с Ним. Это тоже было предательство. Это неверность, непреданность, непосвященность. Иисус испытывает насмешки. Иисус испытывает плевки, побои, унижения, терновый венец и сопричисления к злодеям. И Иисус испытывает смерть, переносит все это. Ведь это все ради. Мы сегодня читали с вами много раз это слово. Ради. Иисус, тебе это надо было? Вот эту цену, которую ты платил, тебе надо было? Неужели тебе не довольствовало положение в небесных обителях, в царстве твоего Отца? Чего тебе не хватало? Исайя говорит в 53 главе на подвиг души своей. Он будет Смотрите, это перспектива. Он будет. Он понимал, что тот подвиг, который он совершает ради, оно даст прекрасный плод и результат там. И как раз церковь Иисуса, это ученики, которые последовали за Ним. Его дети, это плод той цены, которую заплатил Христос на кресте. За желание вести благочестивый образ жизни, братья и сестры, надо платить цену. Поэтому Павел говорит, не участвуйте в бесплодных делах, но и обличайте. Не тихонько молчите. Павел говорит, не участвуйте и обличайте. Два действия, которые мы должны делать. Мы избираем сегодня путь толерантности, мы говорим, путь терпимости, путь молчаливого согласия. За открытое исповедание своей веры в Господа Иисуса Христа сегодня надо быть готовым платить цену. За открытое исповедание твоей веры в Господа Иисуса Христа. Не за принадлежность какой-то партии республиканцев или демократов платить цену. А за принадлежность Христу и Его идеалам, Его ценностям и сохраняя верность в Писании. Вот почему, друзья, я читаю снова и снова возвращаюсь в притча «Сеятель» и «Вторая почва». Это каменистая почва и о них написано, что она была очень неглубока, поверхностная. Это поверхностное христианство. Неглубокое, неукоренившееся во Христе. Не как дерево с корнями, которое пустило их туда и держится. Держится. Мощно держится. Укоренилось, утвердилось во Христе. Эти люди не хотели. Почему? Потому что написано, что как только началось гонение за слово, они тотчас соблазнились. Они уверовали, да. Они были среди верующих, да. А почва была неглубокая. Вот и нет пари. Это то, что хочет дьявол, хочет дьявол. Всегда достичь. А выбор всегда остается. И Павел говорит, и так выйдем к нему за стан, нося его поругание. Что это значит? А это значит, верующие, друзья, легкого христианства не бывает. Легкого христианства не бывает. В принципе, не бывает. Желающие жить благочестиво, они будут гонимы в среде своих тоже сделали со Христом. Что сделал Иисус неправильно? Почему Он так подвергся нападкам? Почему Его хотели столько раз убить? За что? Что Иисус сказал неправильно? Что Иисус сделал неправильно? Почему Его хотели убить? Потому что Он обличал делающих беззаконие. Потому что Он вскрывал сердце фарисеев. Потому и Он платил эту цену ради нас. Для мира этого мы мусор. И мир хочет от этого мусора побыстрее избавиться. Но Писание говорит, Иисус говорит, что вы не мусор, а вы соль земли. Вы свет в этом мире. Павел говорит, вы письмо, которое люди читают и должны узнавать. Это мы, это я, это вы. Если ты только начнешь так жить, начнешь так поступать, ты сразу должен будешь платить с им. Абсолютно сразу. Попробуй сегодня, попробуй сегодня в любом обществе, там, где ты работаешь, там, где ты учишься, там, где ты с людьми встречаешься, у тебя есть возможность поговорить с человеком в самолете и так далее. Попробуй открыто сегодня сказать о грехе. Попробуй сегодня осудить гомосексуализм, лесбиянство, трансгендеров, однополые браки. Попробуй сегодня сказать, что для Бога все жизни важны, не только black. Попробуй. А зачем нам проблемы, правда? Их так хватает. А зачем? Как-то тихонько, так спокойно. Ну, не надо стрессов таких в жизни. Ну, можно же как-то по-другому в небо. Павел говорит, нет, нельзя. Почему? Потому что или ты христианин, или нет. это очень просто. Или ты христианин, или нет. Или ты идешь за Христом, или нет. Или ты служишь Богу, или нет. Или ты соленый, или нет. Или ты свет, или ты тьма. Поэтому человек должен быть готов в своей жизни платить цену. Я вспоминал один раз об одной женщине в середине Америки, которая работала в государственных учреждениях. И в ее обязанности входило регистрировать однополые браки. Эту женщину звали Ким Дэвис. Она отказалась это делать. Ей пригрозили судом и увольнением с работы. Она не жила в прошлом столетии. Эта женщина, которая живет сейчас вместе с нами в этой же стране, ходит на работу как и мы. Послушайте, что она сказала. Я все взвесил и я готова идти в тюрьму. Дело не в геях или в лесбиянках. Дело в том, что нужно соблюдать закон Божий. Легко говорить о своей вере. А вы попробуете делать так, как ваша вера предписывает вам. Я очень тверда в своей вере. Я не оставляю свою совесть и душу в автомобиле, прежде чем начать работу. И не делаю вид, что я не такая, как есть. Мне не нужна слава. Я не хочу неким быть символом страданий за веру. Просто так вышло, что Господь выбрал меня быть в это время в этом месте. Я ничем не отличаюсь от других христиан. Сейчас пришло время для меня отстаивать веру. Придет оно и для других. Они предлагали суду, чтобы адвоката отпустить Ким Дэвис. Если она перестанет нарушать человеческий закон и будет регистрировать однополые браки, судья согласился на такой компромисс, но Дэвис от него отказался. Друзья, этот выбор каждому стоит из нас сегодня свидетельствовать о своей вере и принадлежности за кем ты идешь и чем ты готов платить ради Христа. Ты знаешь, чем заплатил Христос? Он говорит, вы призваны, чтобы вы шли по моим следам. Иисус говорит, гнали меня, гнали пророков бывших прежде вас. Будут. Не может быть. Будут делать то же самое с вами. Второе значение, друзья, если первое значение слова цена, что я готов или чем я готов платить ради Христа. Второе значение этого слова. Я хотел бы немножко перевести его в другую плоскость. Цена это награда. Это то, чем хочет почтить тебя небесный Отец или того человека, который оценил, что сделал он через Иисуса Христа. Иван другими 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 словами за мной пусть пойдет и где я там и слуга мой будет и кто мне служит того почтит Отец мой. Вот это наследство, о котором говорит Петр, что оно хранится чистое, неувядаемое, славное на небесах для тех, кто оценил то, что сделал Иисус и ради Христа в этой жизни готовы от всего отказаться, чтобы, так как Павел, все почитается ссор, чтобы только иметь Иисуса Христа. Второе послание Тимофея в 4 главе апостол Павел пишет о том, что для него 8 текст «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явлением». Друзья, это то, чем готов почтить небесный Отец людей, которые верные оказались ему на этой земле. Мы не знаем всей панорамы истории сейчас мира, что происходит в каждой взятой отдельной стране, в каждой взятой поместной церкви, с каждой взятой христианской семьей, с христианином или христианкой, которая, возможно, жертвует жизнью сегодня ради того, чтобы остаться верными. Христу. И когда тот, который расстреливал людей или студентов в Розенбурге, в Орегоне, заходил в это помещение и спрашивал, «Ты христианин?» И когда он в ответ слышал, что «да», человек получал пули в лоб. Друзья, это не было сто лет назад, это не было десять лет назад, это было несколько лет назад, это было в нашей стране, это было в соседнем с нами штате. Скажите, эти люди принимали решение тогда, когда на них смотрело дуло пистолета? Вот тогда они перед страхом смеяли, «О, да, я христианин, о, верующий, верую в Господа». Скажите, эти люди тогда принимали решение? Нет. Эти люди приняли для себя решение намного раньше, и тогда, когда посмотрело дуло пистолета, на них они были спокойны. Почему? Выбор был сделан правильный давно, ранее этого. А это пришло испытание, тест, проверка на правильность твоего выбора. И эту цену, которую они платили, она была высокая цена. Это стоило их земной жизни, но наследство, которое ожидает их на небесах, оно несравненно выше, поэтому я всегда обращаюсь к этому тексту Писания. Мы должны его уже выучить наизусть. Послание римлянам. Апостол Павел пишет, послание римлянам, восьмая глава. Посмотрите, восемнадцатый текст, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят». Друзья, мы сегодня говорили об этом. Ничего не стоит. Вы сравнение. С той славой, которая откроется в нас. Мы готовы поменять, разменять, отдать, пожертвовать всем мирским, всем земным в этой жизни ради Христа, ради верности Христу. А Он верен, и Он ожидает от нас этого. Это не автоматически, друзья. Награда придет не автоматически. Она не какой-то пакетч, там, бонус, all-inclusive, все тебе на небесах. Нет. Это не всем, это верным, это послушным, это побеждающим до конца, это пожертвовавшим всем в этой земной жизни ради, ради Господа. А вот это итог, и это финал, это развязка. Поэтому, как мы говорим, что стоит потерпеть, стоит побороться, стоит ради этого жизни дать? Стоит. Потому что все, что мы имеем в этой жизни, оно ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас после временных земных страданий.